В Казанском федеральном университете впервые стартовала Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Водород, технологии и будущее». Конференция проходила в смешанном формате, но участие в ней зарегистрировалось свыше 90 участников из разных регионов России, в том числе и за рубежа Германии, Ирана и Пакистана. Модератором мероприятия выступил директор Института физики Марат Гафуров. С приветственным словом выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таёжский. Мы понимаем, что мы все работаем в государственных программах, там есть фонды, гранты, есть госзадания, это все понятно. Вот есть находки, о которых я попытался сегодня рассказать, если они будут интересными, я готов поделиться с вами всеми техническими деталями организации этой работы. Конференция стала местом обсуждения предстоящих вызовов современного состояния и перспектив развития технологий водородной энергетики в Российской Федерации. Основная цель конференции – создание карты технологических компетенций в сфере водородных технологий. Участники не дублируют разработки друг друга, а создают технологические цепочки и предлагают к внедрению готовые водородные технологии. Каждый человек рассказывает, делится своим опытом, что получилось, что не получилось, какие перспективы он предполагает, куда будет развиваться водородная энергетика. И как раз наша задача, во-первых, понять все это, обобщить, что-то узнать, что-то новое от других, что мы не знали до сих пор, и в конце концов выработать какие-то решения для себя, чем мы будем заниматься, например, здесь, в Казанском университете. Такие конференции позволяют консолидировать ученых из разных мест, то есть разных организаций и с предприятий также. Соответственно, это позволяет поделиться опытом исследований, опытом разработок ученых и индустрии. Рассказав историю создания Казанского университета, первый проректор сообщил, что сейчас Казанский федеральный университет осуществляет свою деятельность в лоне программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Дмитрий Таюрский озвучил пять стратегических проектов, которые реализуются в КФУ в рамках программы. Эти все проекты отвечают именно тем направлениям, о которых я говорил только что, пять направлений. По каждому из направлений мы посмотрели, что мы можем сделать для решения национальных целей, для развития республики, для развития Приволжского федерального округа. На сегодняшний день развиваются альтернативные источники энергии. Водород, как газообразное химическое топливо, может менять углеводороды в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и системах отопления. Эти технологии в рамках стратегии Российской Федерации активно набирают популярность и подтягивают ученых со всей страны для поиска новых идей по эксплуатации топлива. Главная же задача Казанского университета – дойти до повсеместной доступности использования водородных заправок. В Институте геологии и нефтегазовых технологий накоплен достаточно богатый опыт по добыче водорода непосредственно во внутрипустовом пласте, то есть внутри пласта. Ну и здесь как раз возникают следующие вопросы – где его хранить и как транспортировать. С этим мы хотим как раз понять опыт наших коллег из других городов, из других организаций, для того, чтобы соединить это все в единое целое и получить хорошую, комплексную, как бы сказать, задачку. Ну и задача такая – в течение ближайших лет дойти до водородных заправок. Программа Всероссийской научно-практической конференции «Водород. Технологии. Будущее» продолжится и 26 октября круглым столом – получение водорода из углеводородного сырья, а также серией транспортировка и хранения водорода. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.